Когда хочешь купить бюджетный смартфон, у тебя остается не так много вариантов. Либо ты берешь то, что знаешь, либо то, что тебе прорекламировали. Особенно, если вообще в них не разбираешься. Но как приобрести действительно достойный смарт и не повестись на уловки маркетологов? Привет, друзья! Вы на канале HomeExpert. Сегодня мы расскажем вам о пяти ошибках, которые часто совершают люди, пытаясь найти крутой бюджетный смартфон. А в итоге нарываются на откровенные дрова. Ну и конечно подскажем, какие хорошие модели можно купить прямо сейчас и кайфовать от покупки годами. Так что устраивайтесь поудобнее, берите блокнотики, сейчас все расскажем и покажем. Ну и подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, у нас столько полезного, смотреть не пересмотреть. Погнали! Ошибка номер один. Не доверять малоизвестным брендам. Продавцы-консультанты, блогеры, маркетологи будут уверять вас, что малоизвестным китайским брендам доверять нельзя. Но это откровенный обман. Не слушайте их. Взгляните лучше на отзывы и обзоры реальных пользователей. Поверьте, непроплаченные отзывы есть даже на маркетплейсах. Короче говоря, дорогу новым именам. Легко и непринужденно побеждаем предрассудок о китайских брендах. Если вы знали только Samsung и Xiaomi, в лучшем случае Huawei, то пора познакомиться с новичками Honor, Vivo, Poco, Oppo, Realme, Tecno и Infinix. Все эти бренды уже крепко обосновались и на полках магазинов, и на маркетплейсах. У них уже есть куча разных моделей, как бюджетных, так и более серьезных. Поэтому смело добавляйте их в свой поиск. Ошибка номер два. Думать, что экран не важен. Большую часть времени взаимодействия со смартфоном мы смотрим именно в экран. И он должен быть хорошим и удобным. Подавляющее большинство бюджетных смартфонов придерживается размеров 6-6,5 дюймов. И в принципе это золотая середина индустрии, поэтому их так много. Но если вам нужен небольшой смартфон, например для ребенка, и вы мечтаете найти что-то 5 или 5,5 дюймовое, то выбор хоть и будет, но сильно скромнее. Имейте это в виду. Производители смартфонов уже не уделяют таким маленьким моделям должного внимания, зачастую ставят туда более старое железо и экономия вообще на всем. Так что помните об этом. Когда услышите от продавцов что-нибудь типа «Этот смартфон, такой же мощный, просто меньше». Сильно вряд ли. Что касается технологии экрана, то тут стоит обратить внимание в первую очередь на разрешение экрана, а не на тип матрицы. Хотя все пресс-релизы и реклама смартфонов говорят обратное. Ниже Full HD, а это 1020 на 1080 пикселей, ничего брать точно не нужно. При этом матрица может быть и IPS, и OLED, или AMOLED. Главное именно разрешение картинки. IPS может быть и проигрывает более современным конкурентам в умении отображать истинно черный цвет, но по качеству картинки уступает OLED и AMOLED матрицам незначительно. Так что если вас будут убеждать в устарелости IPS экрана с целью продать более дорогую модель с OLED или AMOLED экраном, смело отметайте такие предложения. Ну и конечно брать смартфон с экраном без поддержки хотя бы 90 Гц будет опрометчиво. Понятно, что некоторые производители, как Apple, например, до сих пор вставляют свои айфоны матрицы на 60 Гц. Но если можно порадовать себя или близких более плавной и более гладкой работой телефона, то почему бы не сделать это верно? Тем более, что в бюджетном сегменте 90 и 120 Гц экраны уже давно правят балом. Такие варианты вы точно сможете найти. Ошибка номер три. Не смотреть тесты и обзоры. Я не открою вам Америку, если скажу, что чем новее чип в смартфоне, чем он современнее, тем лучше. Но не стоит слепо верить маркетологам и бросаться на мобилке с приставкой «игровой процессор». На самом деле вся сила процессора раскрывается не столько в играх, сколько в умении плавно и ровно отображать внутреннюю систему телефона, а также снимать видео в максимально возможном качестве, без тормозов и лагов. Но узнать об этом заранее, скорее всего, не получится. Только если вы не посмотрите обзоры интересующих вас смартфонов или сравнительные тесты производительности. Поэтому перед тем, как окончательно определиться с выбором смартфона, лучше заранее погуглить, как себя показывает тот или иной Snapdragon или Mediatek в Geekbench или Antutu. В Geekbench хорошим показателем производительности будет цифра в районе 1500-2000 баллов, а в Antutu в районе 270-400 тысяч баллов. В соответствии процессору должна быть и оперативная память смартфона. Не верьте, что для нормального использования новой мобилки вам хватит 4 гигов оперативы. Это всё тот же маркетинговый бред. Нормальному смартфону для уверенной работы нужно от 8 до 12 гигов оперативки. И хвала китайским создателям микросхем. В бюджетных смартфонах всех популярных марок эта цифра уже давно не опускается ниже 8 или 6 гигов. Но запомните очень чётко. Чтобы не страдать, вам нужно только от 8 и выше. Тогда работа смартфона в любых режимах будет вас радовать. И вы не будете хотеть выкинуть из окна ваш новенький телефон, потому что он глючит. То же самое можно сказать и про встроенную память. Конечно же, чем больше, тем лучше. Причём не важно, есть ли в смартфоне слот под карточку памяти или нет. Объём его встроенного накопителя должен быть максимально большим для вашего бюджета. Благо, и в этом параметре бюджетные смартфоны не то что догнали флагманы, а даже перегнали. Никаких тебе больше 64 гига в базе. Минимум от 128, а то и от 256 гигов. И вплоть до 512. Настоящее раздолье. И вся эта память вам пригодится из-за следующего важного параметра бюджетных смартфонов – камер. Ошибка номер 4. Чем больше камер, тем лучше. В 2024 году камеры бюджетных смартфонов больше не снимают размытое недоразумение. В большинстве своём это модули на 45, 50 или даже больше мегапикселей. И на этом моменте главное снова не попасться на обман маркетологов и продавцов. Потому что, вопреки их мнению, в бюджетных смартфонах важнее всё-таки не количество самих объективов, а именно количество мегапикселей в основном модуле камеры. Вспомогательные объективы могут быть какими угодно. Хоть 0,2 мегапикселя, хоть 2, хоть 5 – не важно. Главное, чтобы основной был не меньше 40. Тогда у вас однозначно будут хорошие фотографии и видео. 4К 120 FPS при записи видео, конечно, не ждите, но запечатлеть самые важные моменты своей жизни так, чтобы потом можно было их пересматривать, вы однозначно сможете. С фронталками, кстати, всё гораздо проще. Любой модуль в диапазоне от 8 до 16 мегапикселей легко справится с вашими селфи и видеозвонками. 5. Ошибка номер пять. Верить большим цифрам в ёмкости аккумулятора. Ну и последнее по порядку, но не по значению характеристика любого смартфона, в том числе и бюджетного. Это ёмкость аккумулятора. Реклама и продавцы-консультанты вовсю трубят нам про быструю зарядку. Производители меряются между собой количеством ватт, которые могут впитать их смартфоны. Но всё это надо делить напополам, как минимум. Да, основным разъёмом мобильных гаджетов последних лет стал Type-C. И многие производители действительно добавили поддержку зарядки от 20 Вт и выше, что для пользователей просто замечательно. Но имейте в виду, что для быстрой зарядки вам нужен и мощный адаптер питания, иначе никакого буста не будет. Поэтому перед покупкой советую внимательно изучить комплект поставки вашего будущего смартфона и по необходимости сразу докупить нужный адаптер питания. Ну и чтобы не прогадать с покупкой, стоит держать в голове, что 5000 мАч – это прям стандарт для андроид-смартфонов среднего и бюджетного сегмента. И если этот показатель ниже, то и сидеть у розетки или таскаться с пауэрбанком вам придётся чаще. Но есть и обратные примеры. Некоторые так называемые игровые смартфоны могут похвастаться батарейками по 7 или 8 тысяч мАч. Вопрос только в том, сможете ли вы найти с такой характеристикой модель за 10-15 тысяч рублей. Скорее всего, вряд ли. Поэтому ищите смарты с аккумулятором от 4500 до 5000 мАч. И будет вам счастье! Вся эта информация вам очень пригодится, когда вы отправитесь покорять маркетплейсы в поисках своего идеального бюджетного смартфона. Но мы были бы не мы, если бы не посоветовали вам три актуальные и бюджетные модели смартфонов, которые вы можете приобрести прямо сейчас. Ссылки на все модели вы найдёте в описании. А теперь давайте подробнее о каждой. Первый герой Huawei Nova 12i за 13200 рублей. Этот симпатяга порадует вас своим Full HD LCD экраном на 6,7 дюймов с разрешением 2388 на 1080 точек. Внутри процессор Qualcomm Snapdragon 680. И его результаты на Antutu около 272 тысяч очков. А на Geekbench он уверенно выбивает 1500 в многоядерном тесте. С памятью у Nova тоже полный порядок. Оперативки во всех версиях будет 8 гигов. А внутренний объём памяти может быть 128 или 256 гигов. Если этого покажется мало, то место для карты памяти тут тоже есть. Ну и камера 108 мегапикселей. Ещё один маленький вспомогательный модуль на 2 мегапикселя. Фронталка 8 мегапикселей. Так что с двух сторон хорошая бюджетная камера. Фото и видео будут в отличном качестве. Не переживайте. Батарейка 5000 мАч. Быстрая зарядка и соответствующий блок питания в комплекте. Пока всё сходится, верно? Смотрите дальше. Вторая модель Poco M6. За 13 600 рублей. Здесь экранчик уже AMOLED, но тоже 6,7 дюймов. И похожее на Huawei разрешение. 2460 на 1080 точек. Под капотом процессор Mediatek Helio G91 Ultra. С показателями примерно как у 680 Snapdragon. 273 тысячи в Antutu и около 1500 в Geekbench. С памятью надо быть внимательным. 8 гигов оперативки есть только у версии на 256 гигов. А младше на 128. Положено только 6 гигов оперативы. И тут мы бы посоветовали взять всё же побольше. Карточку памяти, кстати, тоже можно поставить, если будет нужно. Камеры. Моё почтение. Основной модуль на 108 мегапикселей и помощник на 2 мегапикселя. Да ещё и фронталка 16 мегапикселей. Отличные фотки и видео вам гарантированы. От селфи вообще все попадают. И, как мы и говорили, стандарт индустрии. Аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой по Type-C и адаптером питания в коробке со смартфоном. Легендарная китайская щедрость. И всё ещё бюджетно. Ну и третий наш претендент на ваши сердечки. Samsung Galaxy A15. За 14700 рублей. Да, это именитый Samsung. Но линейку A у нас тоже воспринимают с недоверием. А зря. Дисплей здесь почти флагманский. Super AMOLED на 6,5 дюймов с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Внутри процессор Mediatek Helio G99. А это 1800 баллов Geekbench и 375 тысяч баллов в Antutu. Ему в помощь отрядили от 4 до 8 гигов оперативы. И тут снова есть привязка к внутреннему объёму памяти. Младшая версия имеет 128 гигов на борту. А старшая 256. Но вы ведь уже запомнили, что нужно выбирать. Правда? Камеры тоже достойные. 55 и 2 мегапикселя. Да ещё и фронталка 13 мегапикселей в придачу. В общем, отличное сбалансированное сочетание. Всё. Это работает от пятитысячной батарейки. И если верить отзывам, это почти 2 дня работы без подзарядки. А если вдруг разрядится, то для этого есть быстрая зарядка. По комплектному проводу. Красота. Ссылки на все эти три модели ищите в описании под видео. Как, впрочем, и всегда. Так что купить бюджетный смартфон и не пожалеть о покупке почти что легко и просто. Особенно, если следовать нашим советам. И не верить всему тому, что говорят вам продавцы и консультанты. Надеемся, теперь, после нашего ролика, вы сможете подобрать себе подходящую модель. Не попасться на обман и порадовать себя покупкой. Спасибо, что глянули наш ролик. Ставьте лайки, пишите комменты про ваш опыт покупки бюджетных смартфонов. И обязательно подпишитесь на наш канал. У нас как раз есть подходящий для вас ролик про бюджетные мобилы до пятнадцати тысяч. И ещё куча полезных видосов. А с вами был HomeExpert. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok